всем привет добро пожаловать на канал сегодня предлагаю навести порядок в моем гардеробе вот что у нас тут творится когда нам сделали этот гардероб я туда все сложила и больше мы там порядок не наводили то есть ну получается продержался наш так называемый порядок сколько месяца два с половиной наверно вот ну два наверно месяца продержался порядок а потом последние две недели мы уже просто туда все спихивали и ничего не складывали красиво ровно мне уже было лень и некогда этим заниматься начинаю я убираться с того что разбираю все у нас много было чего не нужно оттуда спихано я все это решила разобрать сначала а потом уже заняться одеждой и вот часть убираю под кровать у нас еще на верхней полке много лежало всяких книг контейнеры со всякими зарядками проводами старые телефоны куда это все дети я не знаю но решила что весной обязательно займусь и это куда-нибудь уберу мне уже прям цель на следующий год весной разобрать место под кроватью потому что я сейчас служу под кровать чтобы мне это на глаза не бросалось решила еще посмотреть что мне лежит этом контейнер потому что вообще не помню что туда складывала еще тут разговариваю с мужем параллельно и нашла у нас наши старые карточки из детской поликлиники еще я их храню на всякий случай потому что все свои заболевания мы с ним мы с мужем не помним и иногда спрашиваю там кита болели вы любви ветрянка еще чем-то вот мы это вообще не помним еще мне есть коробка такая в которой лежит все для гей-лака я раньше себе делала ногти гей-лака у меня помощница моя сейчас все уберу опять под кровать потому что ну не знаю куда еще убрать чтобы мне этого не видно было что мне это не раздражало постоянно что я не могу когда все это вот валяется у меня гардеробе у нас из-за того что все полки все это открыто хранение мне важно чтобы там все было четко ровно разложено а не было такого навалено и там у нас сверху много места по идее туда можно что-то ставить но я вот не хочу может быть купим какой-нибудь в икее красивые большие коробки поставим их не что прям до самого потолка это было вот но мне не нравится когда там свалка такая все друг на друге стоит и вообще хочу чтобы мне еще там был в идеале по цветам все было ну так примерно в одну цветовую гамму там наша с мужем одежда как она может быть если муж там носит все черное я больше люблю все такое светлое тут уже ничего не поделаешь здесь у меня еще хранилась моя убитая коробка с цветной бумагой клеем всякими штуками для поделок я решила убрать это вот в такую коробку переложить эту страшную коробку выкинуть она как раз туда идеально зашла и ее будет не видно я перебираю еще там всякие штуки которые муж притащил домой там то что что-то валялось машине он там порядок наводилось сложился просто в один пакет притащил домой очень многое выкидывала еще перебирала наши корзины в которых когда мы заехали я там все организовала мне батарейки лежали в одном контейнере зарядки в другом все было ровненько четко сложенным сын король очень любит эту корзинку в которой все это лежит он ее достал и все перемешалось там и несколько раз он с ней так хорошо поиграл что мне уже было лень все обратно складывать но сейчас у него вроде интерес к этой корзине пропал поэтому я решила снова там навести порядок и все разложить и уберу в этот раз повыше чтобы сын не увидел и начинаю разбирать наши полотенца вообще в идеале чтобы они хранились в ванной но не знаю когда мы закажем туда навесные ящики такие специальные для полотенец что мы хотим хранить и ванны полотенца всю бытовую химию что все это там лежала не у нас в гардеробе еще у нас тут лежали детские дочки на пеленке потому что когда она спать с нами с нами спала мы под нее подстилали что мы срыгивала еще там что-нибудь что у нас постельное чистое было но она сейчас стала реже срыгивать и пленками пользуются перестали только ими пользуюсь когда крючу ходим либо на пеленальный столик застилаем поэтому я отнесла их потом в итоге в детскую комнату убрала их оттуда вот на самом деле мне очень нравится наша гардеробная если кто-то вдруг приходит из гостей у нас квартире не убрано туда можно все спихать дверь закрыть и все будет отлично но я очень люблю когда там порядок вообще я хотела купить туда еще пуфик и поставить зеркало чтобы сидеть там удобно было одеваться но потом поняла что мы туда просто на этот пуфик будем скидывать всю одежду это делать просто бесполезно поэтому у нас кстати и в коридоре нету никакой там сидушки хотя кто в гости приходит просят купить какой-нибудь стуль еще что не то что они всем удобно наклоняться и одевать обувь но муж сказал нам этого не надо иначе у нас просто будет там склад и мне как-то так больше нравится когда нету в коридоре там этих штук что просторный вот начинаю складывать наше постельное вообще в идеале у меня есть такая мечта чтобы у нас было два-три комплекта постельного белья ну и все хороших вот у нас два уже есть комплекта но один такой не очень один хороший вот еще купить там ночью мира два хотя бы и все потому что как бы много этого постельного тоже как бы ну ни к чему не знаю конечно мне бы там хотелось чтобы там было например еще одно новогоднее может быть и все наверно пока вот но пока с нами спят дети ну сын часто к нам спать приходит ночью и дочка спит еще с нами кто-то сыр гнет кто-то описает нам кровать еще что-то поэтому постельный мы меняем часто им просто все у нас по два к три комплекта мы будем не успевать все стирать сушить и вот поэтому пока так и я перебирала один комплект и отправила сыну потому что нам на кровать не подходит он маленький ну вот еще посмотрела там есть наволочки там можно их отвезти уже на дачу они нам не нужны но пока на даче мы поедем только ближе к лету поэтому пока она будет лежать еще у нас когда мы заехали я думала что где хранить и был вариант еще постельное хранить под кроватью но не знаю мне кажется там когда не очень удобно потому что мы часто его меняем и это постоянно поднимать туда ползать как-то не знаю мне кажется не очень удобно вот расскажите пожалуйста где вы храните постельное потому что мне кажется все таки гардероб не хочется чтобы там лежал отката наша одежда наши вещи но в принципе постельный лежит на такой полке на которую если бы не лежала одежда я бы ее не носила скорее всего потому что я бы на эту полку редко заглядывала поэтому в меня в принципе устраивает что она там лежит но вот полотенце я все-таки мечтаю переселить потому что пусть лучше там будет пусто ничего лежать не будет но и не будет там полотенец вы что во первых мне постоянно неудобно бегать туда за ними а во-вторых не знаю как то мне кажется полотенца должны лежать все-таки в ванной тем более у нас место позволяет нужно просто заказать эти ящики но когда мы это сделаем я не знаю в общем под одеяльник я запихиваю подальше прям туда в угол потом у меня идут наволочки и потом уже простыни потому что простыни мне нужны чаще всего мы чаще всего меняем поэтому я их ложу на такое самое видное место на этой полке ну и вот что съедет с нашего гардероба и пойдет на переработку так теперь я приступаю к разбору одежды решила в этот раз начать уборку с того что разобрать сначала все что не одежда чтобы освободились какие-то полки и может быть я думала мне придут идеи как то что-нибудь по-другому приложить но ничего не пришло поэтому я решила все сложить обратно и также в принципе как и было раскладываю нашу с мужем одежду уже ровно все поправляю красиво складываю девчонки вы не представляете как я рада что у меня дошли руки до гардероба потому что я думаю что я не успею все это сделать к новому году что дел реально куча а времени совсем немного вот я сейчас озвучиваю сижу этот ролик хотя должна мыть полы потому что скоро приедет муж мужа сейчас очень много работы перед новым годом как обычно еще он с собой взял сына блин он не вообще герой благодаря мужу короче говоря я все это только успела потому что если бы не он я вообще не знаю что дело потому что у меня у мамы заболел брат она сына взять не может вот так что мы справляемся потихоньку своими силами приводим дом в порядок к новому году и вот это вообще ужас это мои полки из домашней одежды и свитерами там просто все вперемешку там такое месиво там уже было ничего не найти поэтому я очень хотела там убраться наконец-то руки дошли вы не представляете как я счастлива и решила все равно сделать небольшую переорганизацию убрать свои пижамы ящик с нижним бельем на самом деле в пижамах я сплю очень редко потому что под вечер я такая уставшая что у меня нет сил даже доползти до гардероба переодеться я иногда просто в чем дома ходила в том и ложусь хотя это вообще неправильно стараюсь себя переучивать чтобы убывать отдельная одежда для сна отдельная одежда для дома но пока у меня все вперемешку ну я честно вам говорю я очень стараюсь чтобы все это было у меня по-другому в общем все складываю шорты штаны домашние покучка и сейчас буду все ровно раскладывать давайте теперь покажу что у меня получилось вот так все ровненько сложно красиво дальше здесь у меня у мужа лежат штаны их тут мало потому что очень много его одежды сейчас стирки он уехал с собой много взял значит вот это у него лежат футболки типа на выход здесь домашние а здесь кофты с длинным рукавом ну кстати вот к этой куче она реже всего подходит и я вот думаю поговорить с ним он просто не любит ничего утилизировать хочу его бы сдать конечно там часть в h&m переработку что нужно лежит он это не носит так здесь у него мужа лежат кофты это уже моя часть пошла тут у меня кофты с длинным рукавом майки за ними футболки и там рубашки всякие которые редко ношу вот туда убрала значит здесь у меня джинсы здесь юбки платья получается здесь в этом ящике документы у мужа тоже в этом ящике документы потому тут у меня идет и нижнее белье вкладыши для кормления туда еще положила пижамы в которых сплю здесь там уже по моему трусы тут ниже носки и там ниже у него домашние штаны ему туда переселила их вот и шорты ремни вот и термо белье там у него лежит у меня внизу лежат и купальники и ремни так это здесь лежат носки ну вот вот в этой получается носки эти колготки и так далее мне просто дочка мне неудобно показывать и я одной рукой и держу ну вот значит внизу у нас тут такая полка здесь лежит постельное белье здесь вот получается просто дальше подъем наволочки эти на подушки наволочки да и пододеяльники в общем здесь у меня лежат теплые свитера кардиганы и там дальше по моему там дальше еще какие-то свитера но которые очень-очень теплые которые резко ношу потому что ну когда очень холодно только на улице здесь у меня для прогулки три кофты теплые лежит ну свитеры и худи и такая типа не знаю она как флисовая кофта мне очень нравится в ней тепло гулять с детьми здесь три тонких свитера и там домашние свитера там еще коробка с вкладышами для кормления как они прокладки для груди или как они называются дезодоранты и расческа у меня лежит на всякий случай а это полка с домашней одеждой тут у меня футболки шорты лосины там всякие спортивки потом платье комбинезона два комбинезона и две рубашки лежит вот и получается тут у меня полка освободилась я все убрала под кровать там все не нужно и уже весной это буду расхламлять потому что мне тут я смотрю на меня это давит я убрал подальше от твоих глаз так у меня там получается свободно лежит два органайзера получилось пусто в этом ящике у меня там утюг и пеленки у нас нет гладильной доски не знаю она мне кажется она мне нужна потому что мы редко гладим у нее вот пеленки из стильвы на них гладим нормально тут пустая коробка муж ее не хочет выкидывать нам нравится здесь коробка здесь лежит мелочь так здесь оставила книжки которые вот две книжки надо отнести в академию библиотеку книжку одну почитать там и там наверху на значит полка с фотографиями нашими пока тоже не знаю куда их деть пока не тут у нас живут так вот эту штору надо повесить эту штучку на зле иконы там они немножко украшений здесь у нас контейнер тут всякие штуки для дома там свечки накладки на стулья эти наклейки вот такие вот для мебели которые вот так здесь у меня корзинка кстати я сама ее делаю там лежит фотоаппарат всякие зарядки наушники и так далее то шарики это мы сейчас будем использовать дочка для поделки да так дочкиные салфетки влажные в общем это полка у нас получилось свободной пока и здесь у нас лежат детские наши полотенца и тут тоже вот на полотенце для рук а тут большой полотенце такое ну как плед и на матрасник наш и сюда я переселила еще с ванной контейнер очень хотела куда-нибудь убрать его потому что там все места мало и вот решила сюда пока поставить и за ним стоит коробка там всякие мои штуки для поделок да тебе очень нравится здесь и очень нравится тебе в гардеробе нравится вот там в общем лежит что там бумага цветная еще такое так и здесь я просто немножко подразобрала убрала то что мы сейчас не носим подальше туда задвинула и здесь висит принципе то что я ношу и вот эта штука у меня жилетка очень теплая и она с детьми гуляешь надевать под куртку вообще класс вот ладно так внизу ли же висят мужи там брюки тут одни там еще сзади другие и навешалки мои в юбке которые не сложить не убрать они должны висеть так и здесь у нас получится корзина с грязным бульем и теплые тапки мужа и наверху у нас лежат подарки это сыну с дочкой на новый год скоро будут запаковывать еще там картина мужа висит но я еще заказала крепление хочу их ее повесить в кабинет как кабинет нас это детская помощница моя еще вещает помогает мне в общем спасибо всем за просмотр я сегодня встала и побежала уже до разбирать этот гардероб потому что мы четыре дня его разбираем я уже не могла там этот весь врач видеть вот да так что сейчас буду себя приводить порядок завтрак и все я наконец навела там порядок счастливая довольная спасибо всем за просмотр и пока пока